Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, братья и сестры, на самом деле спасаемся именем Христа, спасены мы именем Христа. Я рассуждаю о том сегодня, что действительно, как вот это, с одной стороны, очень все просто, с другой стороны, очень все сложно, я спасен кровью Христа, прощен, понимаю это, принимаю это, но каково это принимать, когда внутри осуждение, внутри осуждение самого себя, и непрощение к самому себе, то есть, действительно, человек сам по себе, так рассуждаю, не может простить самого себя, и не может простить тем более окружающих, вот, но и самого себя прощаем, и окружающих только лишь по-настоящему глубина, тогда, когда принимаем прощение Божье. Я это и в своей жизни много раз видел, примеров, в своем христианстве, в свидетельство от многих братьев, сестер я слышал, подтверждающих тоже, вот, правдивость этого всего. Действительно, живущим нам, живущим в этом временном измерении, временном мире, время тоже творение Бога. Я напоминаю вам, друзья, что время само это тоже творение Бога, и оно прекрасно, как и все творение, оно прекрасно. Хотя неверующие люди, да, они пытаются, как правило, время убивать, даже такое выражение есть такое, убить время, вот. И многие считают это проклятием, но на самом деле, как и все творение, оно может быть для человека как проклятием, так и благословением. Когда человек с Господом, с Богом, да, то все становится благословением в его жизни. Но если он без Бога, без Господа, то, как вот на Руси говорили, без царя в голове, да, без, не имея Бога в разуме, как написано в Библии, вот, то действительно тогда все не на пользу, как минимум не на пользу, а, по большей части, даже во вред. Даже в само время великое благословение, с одной стороны, для верующего человека, чтущего, боящегося Господа. И, с другой стороны, это же является и как бы проклятием, как бы и для человека неверующего. Обычно люди неверующие, вот, я многократно видел смерть людей разных, на моих руках умирали люди, вот, и верующие, неверующие, религиозные, нерелигиозные. И вот, и действительно, самое страшное, когда человек, он всю жизнь жил без Бога, вне Бога, и уже на смертном адре понимал, что, как бы, все напрасно. Вроде как жил, и вроде как не жил. Я это знаю не понаслышке еще и почему, потому что я не просто знаю из уст, как бы, или наблюдая смерть, как бы, свидетельствуя, ну, будучи свидетелем смерти разных людей. Но и сам пережив смерть в 13 лет, в неполных, 13 лет пережил смерть от пневмонии двусторонней. И, в общем-то, я знаю, что такое умирать без Бога, не зная о Боге даже, вот, элементарной теории. На моих руках умирали неверующие люди, но перед тем, как уйти, я им говорил о Боге, о Христе, говорил о милости, о прощении, вот. И хотя бы жить не жил человек, но хотя бы помирать, знаете ли, со смыслом, хотя бы, вот, лучше поздно говорят, чем никогда, вот. И действительно, когда человек познает Творца, хотя бы даже на последнем вздохе своем, это благодать, это милость. Но лучше, конечно, не на последнем вздохе, лучше, конечно, когда, ведь для этого и жизнь нам земная дана, чтобы познавать любовь Отца, любовь Творца. Эту любовь и, чтобы она проистекала и в нас, в наше сердце, в нашу судьбу и из нас на все, что, на окружающий мир, все, что окружает нас. Спасибо Господу за все. Вот, и с другой стороны, смерть праведника, смерть человека, знающего Бога, вот, это совсем иная смерть. Вот, и прекращение жизни земной, это еще не конец, не финал, мы знаем это. Ну, даже неверующие люди об этом догадываются, где-то даже в подсознании, у даже самого злостного атеиста, в подсознании все равно есть вечность, все равно есть понимание какой-то вечности, отголосок вечности, вечного бытия. Вот, и, как говорил Федор Михайлович Достоевский, абсолютный атеист, это либо абсолютный негодяй, либо абсолютный идиот. Ну, а дальше он говорил, что любой атеист все равно на поверку, он во что-то верит. Такого абсолютного, именно стопроцентного отрицания, это, ну, это единица из миллиардов, может быть даже, даже не из миллионов. Вот, и это либо абсолютный негодяй в истории какой-то человеческой, либо абсолютный просто, ну, идиот, просто уже лишенно разума люди, на самом деле. Вот, а любой человек, даже если он трижды атеист, как говорится, да, значит, и атеист, атеистич, атеистки, все равно он во что-то верит. Все равно, когда один на один остается сам собой, да, то неизбежно он, наедине с природой, все равно что-то екнет в его сердце, и в его подсознании все равно что-то блеснет в вечности, пусть даже такое агностетическое там или какое-то еще там, или какое еще угодно, но что-то блеснет обязательно. Вот, велик Творец, велик наш Отец Небесный, спасибо тебе Господь, спасибо, спасибо, спасибо. И он дал нам, на самом деле, две тысячи лет назад, ну, почти, вот скоро будет уже двухтысячелетие, великий Новый Завет. Если Ветхий Завет, как мы говорим, называем его, да, вообще в истории человечества были заветы определенные, они описаны в Библии, вот, и в этих Заветах, конечно, принимают участие как человек, так и Бог, вот, и Бог, конечно, на себя берет львиную долю всего и вся в этом Завете, вот, значит, и Завет Новый, он совершенно иной. Завет Новый, он, ну, скажу так, не просто 99,9%, а все 100%, или даже можно выразиться 101%, всего, больше, чем даже, можно себе представить, Бог взял на себя. То есть, он все взял на себя. Благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар, это Божий святой дар для истрадавшегося человечества, для всего этого творения. Бог, действительно, как вот создал Адама, ну, когда Бог создавал из праха Адама, да, он же прах не спрашивал, да и прах и не мог даже сказать ни за, ни против, чтобы были такие руки, или там, там, троеручиться, чтобы была, допустим, там, жена у него, значит, да, значит, там, Адам тоже самое, он не мог, Бог его усыпил, значит, да, значит, и, да и сам Адам, он родился не, там, с двумя головами, там, десятью рогами, там, или как там, Шива, как там, или как рисует, там, эти восточные божества, там, многорукие, не-не-не, вот, или многоножка, допустим, какая-то, не-не, Бог создавал сам, и Он, создавая Адама, человека, гомо сапиенс, да, человек разумный, гомо религаре, человек религиозный, то есть в человека заложено, просто-напросто заложено поиск Бога, поиск Творца, это счастье человека в этом, как раз, вот, в поиске и в единстве с Творцом, в единстве с Отцом, наше, ну, по-настоящему счастье человеческое-то, счастье людское, вот, и благодарен Богу за все это, спасибо, Господи, спасибо, ой, спасибо, Господи, за то, что имею возможность здесь, вот, в этом парке, сегодня помолиться утром и благоставить вас всех, имея возможность, во имя Господне, вот, и поделиться словом этим, и как действительно, вот, я вначале говорил, да, с одной стороны сложно, с одной стороны очень просто, и просто, и сложно, одновременно, великое, необъятное и доступное, понятное, приятное, вот, таинственное такое, да, значит, и открытое, одновременно, вот, человек не может простить себя, я говорил уже, да, что, действительно, по-настоящему, я в этом убедился, только приняв прощение от Бога, только осознав, что Бог простил меня всего, простил меня человека, и приняв его прощение, я могу простить себя самого, имея тогда силу эту сверхъестественную, и могу прощать других людей. Я думаю, что большинство людей на земле даже не задумываются над тем, что живут в непрощении каком-то, по отношению к самому себе даже, вот, и к окружающим, и это непрощение, оно есть в человеке, но, знаете, по-настоящему-то глубинное прощение, неважно, человек какой он там, религиозный, насколько он там, верующий, неверующий, только тогда, когда, возможно, является, и по-настоящему является тогда, когда мы принимаем прощение от Бога. Но как это тяжело порой, слушайте, вот, все просто, но, действительно, только Христос, только Он, только Он, агнец Божий, только Его святая кровь, вот это осознание, понятие, принятие этого, это, конечно, революция сознания, революция в разуме, революция в сердце. Спасибо, Господи. К примеру, вот, сражение, сегодняшнего дня тоже, в моей жизни, вот, есть недуги, я их ощущаю, тяжело, вот, но, и я же понимаю, что кровью Иисуса Христа меня Бог уже исцелил, две тысячи лет назад, и я ранами Иисуса Христа я уже исцелен, уже, уже сейчас, как, да, и вот эта битва с самим собой, с одной стороны, симптомы болезни, с одной стороны, болезнь, вот, и одна из проблем, допустим, там, ну, не знаю, болячки рассказывать, обычно пожилые люди любят рассказывать, я себя не отношу еще к пожилым людям, но делюсь некоторыми, допустим, болячками, там, вот, для славы Божьей, опять-таки, делюсь даже этими болячками. В армии, когда служил, ну, прошло уже, там, 30 лет уже больше уже, но все равно отголоски всего этого, как бы, до сих пор войны, будем так говорить, в сердце и в жизни, вот, и отбивали мне печень, почки, значит, и отбивали поясницу, вот, и потом на морозе, значит, держали меня, значит, там, и, в общем-то, живым я не должен был вернуться, вот, по мнению офицера, значит, там, нашего ротного командира тогда с полигона, допустим, когда меньше, ниже 30 мороза, значит, ты на полигоне, и тебя не меняют, не только, там, час-два, а вообще с утра и до самого вечера, то есть, ты, как бы, либо на броне, либо просто на полигоне, либо, значит, на плацу, в одних керзачах выгоняли, значит, то есть, меньше, ниже 30 градусов опускается температура, то есть, вечером она уже была 30 градусов, вот, а ночь опускалась еще ниже, вот, и даже не знаю, на сколько она опускалась ниже, но была ниже 30 точно, однозначно, и в керзачах в одних на босу ногу выгоняли на улицу, и вот, маршировать час-два-три, вот, один раз было, что всю ночь фактически, то есть, когда приходишь, пришел в роту, уже, я, значит, ног не чувствовал, вообще их не было, я, как дошел, один бог только знает, вообще, просто култышки были, просто култых-култых, я как-то дошел, вот, потом ноги отнялись, я их не чувствовал совершенно, то есть, вот, как был, так и упал, значит, и все, и как будто ноги не мои, просто, вообще их не чувствую, кали их, не кали, значит, там, стук их, я вообще не ощущаю, просто, вот, все, что выше пояса, я ощущаю, что ниже пояса, не ощущаю ничего, вот, и в госпиталь доставили, значит, там, накололи всякими, там, этими препаратами, да, ноги пришли в себя, значит, как бы, я почувствовал, значит, все, значит, нормализовалось, я знаю, это сила божья тоже, потому что это без бога никакие, там, бы, значит, там, никакие препараты не подействовали бы, потому что просто вопил к богу, вот, не хотел, знаете ли, так вот, парализованным с ногами быть, вот, значит, молодой еще, значит, я хотел служить богу, как священник, и, но, бог помиловал меня, и я вновь ходил, и все, значит, служил, продолжал служить в армии, значит, и просто в госпитале офицер сказал, этот медработник, что вот, ну, это чудо, что ты вообще встал на ноги, это во-первых, а во-вторых, значит, что, ну, все равно после 40 это все это аукнется, вот это паралич этот, вот, значит, а до 40, так вот, до 30, до 40, ты, вот, нормально больше, наверное, опять, под вопросом даже это было, вот, и, вот, к 50 годам как раз все это и началось, значит, и интересно, что симптомы все эти как раз, вот, значит, буквально то, что было 30 лет назад, значит, стали проявляться, это, вот, значит, и это и пугает, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, это сражение, это духовное сражение, которое идет, у меня, в первую очередь, в разуме, все здесь, все здесь в сердце и в разуме, Библия говорит об этом действительно, и вот, опять-таки, Федор Михайлович Достоевский очень мудро это подытожил, так вот, библейское вот это вот понимание, что Бог и дьявол ведут сражения, и поле брани, говорит, сердце человеческое, то есть то, что сердцем называется в Библии, это разум, это душа, наши эмоции, наши мысли, в этом идет наше сражение, и мое сражение сегодня, какое сражение, что ранами Иисуса Христа я исцелен, но когда утром не могу встать, когда, значит, просто даже повернуться на бок не могу, и хоть кричи от боли в этот момент, и порой, ну, не могу терпеть и кричу, что в этот момент я кричу, ранами Иисуса Христа я исцелен, хотя физически недуг, физически болезнь, да, и хоть на стенку лезь, но сил нет даже подняться, но, значит, начинаешь говорить, ранами Иисуса Христа я исцелен, кровью Иисуса Христа, идет это сражение, и, знаете, отпускает, действительно, встаешь, и потом молишься, и продолжаешь служение, слава Богу, вот, и один раз на поезде поехал, там, взял плацкар, значит, вторую, верхняя полка была, залез-то залез, вот, а под утро встать не могу, вообще, и смех, и грех, вот, ну, тогда мне было 40 лет, еще помоложе, значит, там, как бы, значит, ну, хоть как-то попросил там людей, значит, меня сняли, вот, ну, говорю, и смех, и грех, значит, но, с другой стороны, говорю, ну, я просто не могу, вот, плачу и не могу подняться, реально, вот, реально, вот, но, что подняло потом, меня положили на нижнюю полку, я просто одно провозглашал, ранами Иисуса Христа, кровью Иисуса Христа я спасен, я исцелен, я благоставлен, и, знаете, вот, я понимаю, как сложно, вот, сражаться в те моменты, когда боль, хоть на стенку лезь, такая боль, что ты не можешь терпеть, ты кричишь, и в этот момент понимать, что, да, кровью Иисуса Христа ты спасен, я понимаю, что 2000 лет назад совершилось мое спасение, исцеление, благоставение, но как это принять и реализовать в этой жизни земной, о, слушайте, то же самое с непрощением, осуждение самого себя, осуждение, да, и что-то вспоминаешь из прошлого, что-то набедокурил, сделал что-то, грехи какие, о, все, вот, непрощение тут же, и что делать, или какую-то ошибку допустил сейчас, допустим, да, в жизни, непрощение, и, но, переступая через непрощение, прощаешь, почему, потому что принимаешь прощение от Бога, и говоришь, Господь, Ты мое прощение, я знаю, хотя человеческим умом это непонятно до конца мне вообще, ни ангельскому, ни человеческому уму это непонятно, но я принимаю тот факт, что Ты меня простил, всего человека, то, что было, то, что есть, то, что будет, всего человека простил меня, спасибо Тебе, Господь, и принимав, приняв это прощение, я могу тогда, имею эту силу по-настоящему, не понарошку, а по правдушному прощать других людей, интересно, что имею, то даю, библейский принцип такой есть, удивительно, конечно, вот, и много примеров есть, я насчет прощения, как раз и в своей жизни, и уже, да, больше 30 лет в этом служении, как православный священнослужитель, и, конечно же, есть уже опыт определенный, и знаю много примеров, когда люди не могли простить себя, но приняв прощение, прощали, не могли простить других людей, но приняв прощение, прощали, я так рассуждаю, что в этом какая-то есть мудрость Бога, тайна Его, таинство, принимая прощение от Него, мы прощаем, вот в молитве «Отче наш», мы говорим, да, хотя мы, христиане, повторяем ее, но элементы этой молитвы многие, они ветхозаветные, мы должны понимать это, я это рассуждаю так, что это ведь было сказано в Нагорной проповеди, и Нагорная проповедь, она не является новозаветной проповедью, собственно, она как бы является увертюрой к Новому Завету, вступлением, но не с одним Новым Заветом, это было задолго еще до того, как был заключен Новый Завет, до того, как совершилось искупление наше, вот, и эти были проповеди Иисуса, обращены к людям, находящимся под законом, вот, и выросшими, о, кстати, я сейчас просто не могу сейчас не повернуть камеру, слушайте, посмотрите, какая красота, ой, да вы что, солнышко выглянуло, и как все преобразилось, а, слушайте, о, а здесь как, солнышко выходит, и снова, посмотрите, какая красота, это парк Киота, парк Киота, посвященный культурной столице Японии, вот, солнышко опять вот здесь зашло, так, ну, хочу продолжить, друзья, вот и, вот так вот, что у меня вы видели, делюсь с вами сегодня вот этими переживаниями и борьбой этой, и сегодняшнего дня борьбой, вот, и поэтому те люди, я молюсь за людей, молюсь с удовольствием, при великим удовольствии, молюсь за людей, за исцеление людей, вот, люди исцеляются, и порой тоже в недоумении, знаете ли, как служитель Божий, я порой в недоумении, что порой люди с такими тяжелыми заболеваниями, и раз на раз-два исцеляются, а порой вроде легкие заболевания, какие-то недуги, и не может человек исцелиться, вот, и порой за кого-то молишься, и переживание Бога очень сильное, присутствие Бога, а нет исцеления, а за кого-то молишься, и даже ничего не ощущаешь даже, вот, только, может, что-то земное, усталость или что, вот, но Господь исцеляет, удивительно, и за кого-то веришь очень сильно, и Он не исцеляется, а за кого-то даже и не веришь, и в сомнениях весь, просто, по-человечески, вообще невозможно, думаю, значит, Ему исцеление, лишь бы, значит, хотя бы примирился бы с Богом, хотя бы бы, вот, а Он исцеляется, и, знаете, вот, я так рассуждаю, что, действительно, все вот эти вопросы, ответы на эти вопросы сможем получить только уже в вечности уже, вот, потому что, действительно, когда даже в молитве, допустим, да, за людей, за исцеление, вот, я так рассуждаю, что лучше меньше вопросов задавать самому себе, Богу, потому что все равно, ну, даже смириться с тем, что на все вопросы, ответы мы только в вечности можем получить, на все вопросы, и касательно исцеления, и много всего остального, вот, но рассуждаю, что сегодня, здесь в парке, на молитве этой, что, действительно, лучше даже молиться и верить в исцеление, и умереть от болезни, да, чем, вот, жить и, знаете ли, вот, без надежды, без веры, вот, и тем более, что верой, да, в исцеление, верой в Бога, верой в чудеса Божьи, да, мы приобретаем гораздо больше, чем просто физичное даже исцеление, которое мы приобретаем таки, вот, почему? Потому что мы приобретаем мир, мир, который превыше всякого разумения человеческого, мир Божий в сердце человеческом, шалом этот. Вот так вот, друзья, вот, и вот чем хотел поделиться, вот, и примеров много, и в своей жизни могу назвать примеры, я обычно в семинарах привожу эти примеры, вот, и события 96-го года, когда вышел я из традиционного православия, русской православной церкви Московского бриархата, по идейным соображениям вышел, вот, тоже, значит, и пытались убить священники меня, значит, там, прислали убийц, уголовников, но самое интересное было, знаете, в чем, что не мог простить одного священника, только, ну, я прощал его, но только вспоминал о нем сразу, у меня все клокотало внутри, я понимал, что это непрощение, это, ну, я не знаю сколько, но, может, в месяц я мучился вот таким образом, поэтому я с тех пор знаю, что такое непрощение, да, это страшная вещь. Вообще, я даже говорю людям обычно, и у себя в церкви, и в гостях, куда бываю, что если хочешь испытать немного ада, еще здесь, живя на земле, побывать в аду, чуть-чуть, некоторые люди вот даже думают, наверное, интересно бы побывать, вот, есть такие экстремалы, так вот, самый верный способ побывать в аду, живя на земле, еще здесь, это не простить себя и окружающих, или кого-то, допустим, врага, не простить его, просто не простить, не прощайте его и поживите, допустим, хотя бы день-два, там, сколько у вас хватит силы не прощать, вот, там, у меня максимально это в месяц было, просто жил в непрощении и не мог, реально понимал, что я не могу простить, я просто, в конце просто возобил Бога, я не могу простить, я прощаю, прощаю, я говорю прощаю, да, но внутри я не могу простить его. И только, когда было сверхъестественное посещение, после вот месяца этих борений, ну, примерно месяц, около месяца борений, знаете ли, такого духовного сражения, я видел сон, во сне Богу дал освобождение, он показал мне любовь, которую он испытывает к человеку, даже самому, ну, в глазах человеческих моих, вот, ничтожному и не заслуживающему никакого уважения, доверия и любви, но как он любит, настолько сильно, что я не мог терпеть этой боли, я даже говорил, Боже, его спаси, меня забудь даже, а его спаси. Знаете, я проснувшись, захлебывался от слез за того человека, которого не мог простить перед тем, и, знаете, я об этом подробно рассказываю в семинарах тоже по истории христианства, когда примеры такие привожу я, о прощении, непрощении, вот, и, знаете, и непрощение никак рукой сняло, была только любовь и только прощение, и 2-3 дня после того я не мог ни о чем другом молиться, только лишь о нем молился, вот, и до того, до этого сна, кстати, у меня была проблема такая, некоторая, богословская, то есть некоторые цитаты из писаний Павловых я не мог принять, но я соглашался, все это, Писание, Священное Писание, Библия, в конце концов, все такое прочее, вот, но внутри до конца я не мог согласиться с тем, что было написано, то есть я не мог до конца поверить, что это было правдивым словом именно Павловым, записано Духом Святым, в частности, когда он к римлянам пишет, помните, да, что я готов быть отлученным от Христа за братьев моих, родных не по плоти, то есть израильтян, вот, внутри меня, я читал много раз этот текст, еще первый раз, я помню, тоже у меня аукнулось очень сильно, это было давно, это было еще в 80-е годы, 85-86 годы, да, 85-86 годы, вот, у меня было такое, было внутреннее согласие, что я не мог поверить, что, знаете, да, я учился там в училище художественном, это был еще Советский Союз, время еще, но уже перестройка началась уже, да, уже началась перестройка, уже, 85-й год уже, уже перестройка была уже, вот, и, значит, если не ошибаюсь, я сейчас могу запутаться уже, вот, исторически, времени много прошло уже, да, мои господа, да, ну, ладно, и вот, значит, и внутри меня был не то, что протест, но такое несогласие, что не может быть, вот, чтобы Павел хотел реально, не скрестив пальцы, как говорится, да, быть отлученным от Христа, ведь это же вечность, Павел не мог не понимать вообще этих вещей, он переживал некоторые сверхъестественные вещи, которые должны были ему показать вечности, ну, действительно, от того, что он не слышал, не слышал ухо и не видел глаз и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, и нам это открывает Бог Духом Святым своим, и Павел вот открывал Бог Духом Святым своим, и будучи, вот, просвещенным Духом Святым человеком, Павел, я полагал, не мог на все 100% подписаться под этим словом, думаю, ну, наверное, в полемике, в такой, в красноречии таком записал, вот, ну, как бы, не то, чтобы для красного словца, но порой преувеличение такое, допустил преувеличение, как порой у проповедников, я знаю, бывает, да, преувеличение некоторое, не то, чтобы соврал, ну, преувеличил чуть, чуть сгустил краски, вот, и Павел, я полагал, что он, ну, чуть сгустил краски, он, может быть, был где-то готов в чем-то поступиться, Христом, да, но отлученным быть от Христа навеки за братьев, притом, кто убивал его, гнал его, родных ему лишь по плоти, не по духу, по духу совершенно чуждых, вот, воюющих против него, каким он сам был раньше воителем против Царства Божьего, вот, Церкви Божьей, гнал Церковь Божью, гонитель был, фарисеев, фарисеев, значит, и религиозный человек был, и по ревности был гонитель Божий, но делал это искренне он, и он был готов отлучен быть от Христа, но в том сне я это видел, я реально это видел, и я пробудившись, я, ну, вскоре потом опять подумал, об этом подумал, в этих словах, я понял, Павел даже один процент из миллиона не соврал, он действительно написал Духом Святым это, он действительно именно это имел в виду, любовь Божья, она сумасшедшая, она не человеческая, она сумасшедшая любовь, в человеческом понимании, она сверхъестественна, Бог, Он любит нас, как сумасшедший, иначе бы Он не пришел на эту землю и не умер бы за нас, ангелы до сих пор в шоке, небось, как так, Слово Божье, Слово Отца стало человеком, Слово Очеев взяло на себя тило, в темностях земных солнце засветило, вот в украинской песне народной поется, рождественской, это тайна, тайна, действительно тайна, спасибо Тебе, Господь, за Твою сумасшедшую любовь, от этого я Тебя люблю еще больше, Господь, Боже, только мыслю об этом, помысли об этом и просто влюбляюсь в Тебя больше и больше, Благословляю вас, братья и сестры, вот, и Иисус Христос, Он в Новом Завете называется Новым Адамом, родоначальником нового человечества, новой общественной формации, Церкви Божьей, которой никогда раньше не было в истории человечества, спасибо Тебе, Господь, и два тысячелетия раскрывается тайна Царства Божьего, уже два тысячелетия, и этот бутон, он то приоткрывается, то замирает снова, как вот эти вот деревья, здесь сакура растет, да, и я жду цветения ее, некоторые деревца уже взялись, да, где было, может, больше солнышка, не знаю, или чего еще зависит, но они взялись, чуть-чуть начали расцветать, и потом похолодание, сейчас довольно холодно, вы заметили, да, я в кожанке, вот, и довольно прохладно сегодня, и вчера было третьего дня прохладно, но такое ощущение, что вот немного тепла пришло, и начало расцветать, и потом раз, как будто бы, ну, не заморозилось, но как бы приостановился процесс, он наверняка где-то и продолжается, но настолько медленно, что его даже не замечаешь эти дни, не вчера, не сегодня, не позавчера, в эти холода, в эти холодные такие, ну, не заморозок, мнение, конечно, слава богу, не заморозок, слава богу, не минус, плюс, но холодно, слушайте, холодно, реально холодно, у меня руки уже замерзли, вот, я даже пожалел, что перчатки не взял с собой, вот, но, знаете, холодно, но, с другой стороны, понимаешь, что эти холода, это временно, Сейчас рано или поздно все равно тепло придет, солнышко будет блестеть снова, значит, уже не просто яркое, а теплое именно. И дождичек польет, значит, и солнце пригреет, и все расцветет пышным цветом. И сакура здесь будет прекрасно очень цвести. Вот, я в ожидании теперь этого чуда, божественного чуда, такого цветения. Спасибо тебе, Господь. Вот, и также в истории христианства за два тысячелетия, то начинало как бы расцветать, значит, да, первые столетия. Потом раз там с четвертого века, с Константиновых времен, такой как бы холодок такой побежал. Потом даже заморозки были, вот, значит, потом в истории христианства, потом была эпоха Великой Деформации. Вот пять столетий назад, по милости Господней, так чуть-чуть начало, оттепель началась. Здесь не хрущевская, а такая лютеранская оттепель, кальвинистская, анабаптистская, да, вы прочее, оттепель. Стали процессы вновь такие, вот именно весенние пробуждения. За пять столетий то тепло, холодно, тепло, холодно, но мало-помалу расцветают сады Господни. Вот, но последних сто лет, конечно, это наибольшее, вот это за все время цветения. Особенно 70 лет последних. Действительно, для христианства история церкви стала великим событием, на самом деле, пробуждения духовного. И сегодня, сегодня сады Божьи расцветают. Аллилуйя! Аллилуйя! Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. С города Киева, с парка Киота, в ожидании цветения Сакуры, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. В этом познании все, ради вот этого познания все мусором, все ничем, счетою почитал Павел. И я почитаю также, и миллионы-миллионы верующих почитают также. Слава Господу! Аллилуйя! Спасибо Божье за все! Шалом! Мир вам!